МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ. В студии Жан Кадеба. Здравствуйте. В Беларуси устраняют последствия вчерашней непогоды. Из-за сильного ветра были обесточены более 600 населенных пунктов. Утром еще 70 оставались без света. Нарушение электроснабжения было практически во всех областях страны. Более всего пострадали Витебска и Могилевская. Стихия также обесточила более полутора тысяч трансформаторных подстанций. Невосстановленными на данный момент остаются еще 230. Кроме того, в Гомельской, Могилевской областях и Минске ветер ломал и валил деревья на автомобиле. А сегодня утром в столице, на проспекте Звезда, по землю из-за подмыва грунта провалилась иномарка. Чтобы освободить машину из плена, понадобилась помощь спасателей и ГАИ. По предварительным данным, никто не пострадал. Выяснилось, что виной происшествия стал не дождь, а прорыв трубы. И, как отметили местные жители, грунт здесь оседал не раз. На сегодня синоптики снова передали штормовое предупреждение. Пройдут ливни. Сильными они будут на юго-востоке страны. Усилится ветер. И лишь к выходным дожди прекратятся и немного потеплеет. Дожди снизили темпы уборочной. За минувшие сутки они оказались менее 1%. К этому дню убрано 84% урожайных полей. Собрано 7 миллионов 830 тысяч тонн зерна. Ко второму миллиону приближается Минщина. И здесь несколько районов уже закончили жатву. Полтора миллиона тонн сегодня будет на счету у Гродненских хлеборобов. К миллиону идет Витебщина. В северном регионе неубранными остаются около трети площадей. Несколько районов Гомельской области выполнили задание по продаже зерна государству. В целом по республике план выполнен почти на 84%. По оценкам специалистов, качество зерна в этом году значительно лучше прошлогоднего. И главное сейчас его собрать и сохранить. Пять человек на место. Таков предварительный конкурс нынешней избирательной кампании. Сегодня подвели итоги одного из главных ее этапов. Так, 494 потенциальных кандидата подали документы в окружной избирательной комиссии. Большинство выдвинуто путем сбора подписей. 394 претендента на парламентское кресло. Еще 123 представили трудовые коллективы. 265 от политических партий. Некоторые воспользовались двумя способами выдвижения. Кто же выйдет на финишную прямую и 23 сентября поборется за голоса избирателей, станет известно через 10 дней. До этого момента комиссии будут проверять достоверность поданных документов. И к сегодняшнему дню местные власти должны были определить места для предвыборной агитации. По согласованию с окружными избиркомами выделят помещение для встреч кандидатов в депутаты с избирателями, а также для предвыборных собраний самих избирателей. Информацию разместят на сайтах местных исполкомов. В Аргентине 10-й день. Продолжается забастовка работников столичного метро. В результате жизнь города, особенно в час пик, просто парализована. Воспользоваться подземкой не могут около миллиона жителей Буэнос-Айреса. Нынешняя забастовка стала самой продолжительной в истории города. Участники акции требуют повышения зарплаты, однако руководство не идет на уступки. Профсоюзные лидеры, в свою очередь, заявляют, что метро не будет работать до выполнения их требований. Новые подробности стрельбы в Техасе. Полиция установила личность преступника. Им оказался 35-летний житель городка Колледж-Штейн. Причины случившегося пока не ясны. Убийство произошло накануне вечером. Злоумышленник открыл стрельбу рядом с Техасским университетом. В результате погибли три человека, в том числе сам стрелявший. Еще трое получили ранения. Отмечу, в США трагические случаи такого рода происходят довольно часто. Так, в ночь на 20 июля Джеймс Холмс устроил кровавую расправу на кинопремьере. В результате погибли 12 человек. Около 60 получили ранения. Норвежские политики получили письма с угрозами расправы в случае обвинения террориста Андреса Брэвика. Отправители утверждают, что является членами Ордена Тамплиеров, террористической организации, которая перечисляет себя и сам Брэвик. При этом реальных доказательств ее существования не обнаружено. Неизвестные называют норвежского стрелка предводителем и требуют освободить его. Напомню, в результате взрыва в Осло и стрельбы на острове Утоя, которые были организованы Брэвиком в июле прошлого года, погибли 77 человек. Вердикт по делу о терактах вынесут 24 августа. В случае, если Брэвика признают вменяемым и виновным, ему грозит лишь 21 год тюрьмы. Иран приходит в себя после мощного землетрясения. Ущерб от разгула стихии, по предварительным данным, составил примерно 650 миллионов долларов. Общей сложности от стихии пострадало около 300 населенных пунктов. Некоторые из них полностью разрушены. Жертвами подземных толчков стали более 300 человек. Свыше 3000 получили травмы. Поисково-спасательные операции в бедствующем регионе уже завершены. Начались работы по обеспечению оставшихся без крова людей питанием и жильем. В Испании бушуют лесные пожары. На востоке страны во время борьбы со стихией погибли двое спасателей. Тем временем местная полиция обнародовала официальную причину пожара в лесном массиве. Во всем виновата автомобильная авария. С загоревшейся машины пламя перекинулось на обочину. И менее чем за сутки огонь охватил около 600 гектаров насаждений. Непростая ситуация и в США. В Калифорнии огонь подобрался к жилым кварталам. Несколько сотен человек эвакуированы. Между тем синоптики прогнозируют высокие температуры и в ближайшие дни. Сильный ветер и отсутствие осадков усугубляют ситуацию. Ольга Коршун, телекомпания СТВ. Следственный комитет расследует уголовное дело по факту смертельной аварии на проспекте независимости в Минске. ДТП произошло накануне около пяти вечера. Оборудованная под такси иномарка двигалась в направлении поселка Колодище. Внезапно автомобиль выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с микроавтобусом. В результате погибли два человека. Таксист, работавший водителем в одном из частных предприятий, а также его пассажирка, жительница поселка Колодище. Водитель микроавтобуса был доставлен в больницу. Следствием установлено, что мужчина, сидевший за рулем легкового авто, с 11 августа был лишен прав. В настоящее время назначены три судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Расследование продолжается. ГАИ призывает водителей быть особенно внимательными в непогоду. Выбирать безопасную скорость движения, избегать необдуманных маневров. Из-за размытых обочин люди часто передвигаются по проезжей части, а плохая видимость увеличивает опасность в разы. К тому же на улицах стало больше детей. Школьники после летних каникул возвращаются домой и зачастую перебегают дорогу в неположенном месте. В Беларуси идет подготовка к новому учебному году. Учреждения завершают ремонт, работают школьные базары, проходят и благотворительные акции. Так в Гродно всех желающих приглашают помочь собрать детей в школу. Передать волонтерам можно одежду, обувь, книги, письменные принадлежности. Затем все собранные товары распределят между детьми из неблагополучных и малобеспеченных семей. А в Минске для подготовки ребят многодетным семьям выплатят 30% бюджета прожиточного минимума. Как и в прошлые годы, для них снизят плату за пользование учебниками и пособиями. Ценители искусства могут отправиться в виртуальную экскурсию по Дому-музею Марка Шагала. Для этого достаточно зайти на главную страницу музея в интернете. Невидимый экскурсовод проведет путешественника по старинным улочкам, связанным с именем знаменитого художника. Каждая комната дома мастера также открыта для виртуального просмотра. После знакомства с экспозицией можно отправиться во внутренний дворик, где растут шагаловские яблони. И далее посмотреть документальный фильм о Марке Шагале. Выпуск продолжит спортивное обозрение Александра Карася. Заходите на наш сайт ctv.by, звоните и делитесь своими новостями по телефону горячей линии 290-6600 или 1-600-700. Всего доброго и до встречи в 16.30.